Всем привет, меня зовут Игорь и я работаю с разработчиком в Юле. И сегодня я бы хотел поговорить про такую вещь, как UI Search Controller. И когда же все-таки пора его отпустить. В рамках доклада я хочу рассмотреть такие вопросы, как стандартная реализация UI Search Controller, какие кейсы его использования в нашем приложении, какие существуют проблемы стандартной реализации и что вообще с этим делать. Немножко хочу рассказать про проект. UI это Classified. Мы на рынке больше трех лет, работаем с 2015 года. Это первый в России Classified, где объявления показываются с учетом местоположения и интересов пользователя. У нас более 27 миллионов пользователей и более 32 активных объявлений. И с таким количеством объявлений довольно сложно обойтись без поиска. Пользователь может ввести поисковой запрос, перейти в поисковую выдачу, отменить, вернуться обратно. Также у нас есть поиск по категориям. Ну и как бы тот же компонент должен использоваться в поисковой выдаче. Логично, что компонент должен быть переиспользуемым и обычным текстфилдом тут не обойтись. Также должна переиспользоваться логика показа седжешенов и истории поиска. Что нам предлагает Apple? Apple предлагает UI Search Controller, который является наследником UI View Controller. У нас есть довольно много опций для настройки. Можно задимить бэкграунд, есть доступ к Search Bar, установить Search Sales Controller. Таким образом мы можем подсунуть любой UI для наших результатов поиска. И есть удобный интерфейс взаимодействия через делегаты. Например, Search Bar Delegate, куча различных событий об изменении поискового запроса, клики на ту или иную кнопку, на Cancel Button, на Search Button. И можно подвязаться на цикл UI Search Controller для вызова какой-то бизнес-логики, например, фетча из кэша или запроса из сети. Все удобно используется, внедряем, используем. Спасибо за внимание. На самом деле нет, потому что этот контрол является одним из самых баганых, на мой взгляд, в UI-ките. Если зайти на OpenRadar, там открыто на данный момент порядка 40 багов. И самые, на мой взгляд, веселые и мои любимые баги, которые останутся у меня навсегда в сердце, принесла iOS 11. Что появилось в iOS 11? В iOS 11 появился вот такой вот классный large style для тайтлов. И вместе с этим появилась возможность установить Search Controller в Navigation Bar. Apple хотели улучшить пользовательский опыт в этом отношении, но, к сожалению, посадили несколько багов. Первый из них – это сам по себе Search Bar немножко увеличился в размерах. И используя его вне контекста Navigation Controller, он уезжает слишком высоко вверх, прилипает к статус-бару, и это не очень красиво выглядит. Во втором случае, если мы устанавливаем его в Title View Navigation Bar, то при переходе на контроллер или с контроллера, в котором нет Search Bar в Navigation Item, у них получается разная высота. То есть в случае, если Search Bar есть в Title View, высота порядка 55 пунктов, если нет, как обычно, 44. Из-за этого возникает скачок при переходе, и в транзишн назад выглядит не очень красиво. Мы такие посмотрели на это все и решили победить эти баги, потому что релизиться с ними не вариант. Запасимся от UI Search Controller, немножко уменьшаем размер Search Bar, который отображается, и сдвигаем его по оси Y. Все довольно-таки просто. Второй баг фиксится еще проще. Необходимо либо засапкласситься в вьюхе и сделать некий контейнер для UI Search Bar, либо же можно даже обойтись без сапкласса, просто добавить на пустую вьюху. Таким образом, Navigation Bar не признает свою любовь и не расширится в размерах. Есть еще такой тонкий момент, как кастомизация, без которого мы не можем выйти в продакшн, потому что наши дизайнеры вроде бы отрисовали нативный Search Bar, но он немножко отличается. Немножко отличаются шрифты, иконка, расстояние между иконкой, полем для ввода, скругления немножко не такие, цвет вроде бы серый, но не такой. И, казалось бы, выглядит почти как нативка, но она нам не подходит. Соответственно, его нужно кастомизировать. Но все же знают, что кастомизировать вьюху, это просто ты ее покрасил и все. Приключение на 20 минут, вошли и вышли, поменял скругление, все, и полетели в продакшн. Но на самом деле нет, потому что данный компонент довольно плохо кастомизируется. Для кастомизации нам доступны только placeholder, мы даже стиль у него толком не можем переопределить. Bar style, tint color и background image можем поменять. Тут нужно отменить, что это background image у search field. Поэтому, если вы хотите кастомизировать search bar в большей степени, типичный ваш код будет выглядеть как-то вот так. Не очень красиво, не правда ли? Тем более, что может выйти еще новая версия iOS и что-нибудь в лояуте поменяется, вы уже не сможете найти по тому или иному ключу нужную вам вьюху и кастомизировать ее. Ну, мы решили, что нам подходит, потому что time to market и нужно зарелизить срочно, поэтому почему бы пока не оставить так. Но у нас еще осталось пара моментов. Первое это... Сейчас вы видите поисковую выдачу. Человек набрал на главное слово iPhone, перешел в поисковую выдачу. Здесь он ее может поредактировать. И на нажатие кнопки отмена процесс изменения поискового запроса должен отмениться, текст возвратится на предыдущий. И если вы нажимаете на кнопку отмена, то переходите... если suggestion находится в свернутом состоянии, и вы нажмете на кнопку отмена, то вы вернетесь на главную. То есть она должна отображаться все время. По сути. В стандартном UI search bar есть поле shows cancel button. Но, к сожалению, оно работает только по настроению, потому что вы можете его выставить, cancel button будет отображаться, но когда вы на нее нажмете, она обязательно скроется. И это поведение никак нельзя переопределить. То есть свойство shows cancel button будет выставлено false, когда жизненный цикл flow у search контроллера закончится. Тут наступает время немножко похачить. Мы можем переопределить search bar и соответствующий метод set shows cancel button. В наивной реализации мы просто при установке false ничего не делаем. Также необходимо переопределить просто дополнительный флаг и там уже в зависимости от вашего выставленного специального флага сделать проверку и сделать return. к сожалению, помимо этого еще отчищается текст. И текст, если посмотреть трейс вызова методов, то текст отчищается перед установкой cancel button, поэтому текст мы можем захачить тем же самым способом. И мы добавляем дополнительные property текст, который необходимо зарекаверить. И в установке shows cancel button false мы проверяем, если текст, который сейчас вводил пользователь, или он его, например, стер, или он нил или пустой, то мы откатываем к исходному тексту. Все просто, все работает, но появился неприятный UI-глич. Уже вроде пятница вечер, его так не хочется фиксить. Может так зарелизимся? Смотришь на UI search bar, он смотрит на тебя. Мы не знаем, как это фиксить. Можно попробовать поитерироваться по лэйрам, по бесконечной цепи subview UI search bar и попробовать поудалять анимации или попробовать зарелизиться так. Мы идем к дизайнеру и показываем ему это. Уже не только мы смотрим в search bar, он в нас, но еще и дизайнер. И дизайнер говорит, что это нам не подходит, потому что все 27 миллионов пользователей это увидят и захотят нам написать отзыв в App Store. Это обычно люди, которые не пишут отзыв в App Store. Вот даже они придут и напишут. Что делает обычно iOS-разработчик, если сталкивается с проблемой, которая не решается стандартными средствами? Он идет и ищет нужный под, потому что под driven development это лучшая методология. Какие у нас требования к сторонним решениям? Должна быть возможность кастомизации транзишенов и анимации для показа истории поиска и перехода от одного состояния search controller к другому. Удобный интерфейс взаимодействия. На самом деле, на мой взгляд, интерфейс взаимодействия с search controller является талонным и неплохо было бы, если бы сторонняя зависимость ориентировалась на него. И простота интеграции. В идеале просто ты меняешь название классов и погнали. Что нам говорит CocoPots на все это? Тут довольно много библиотек с ноль какой-нибудь версией. Библиотеки на китайском. И вот мой фаворит, это SH search bar. Это search bar, который классный и неотстойный. Но, к сожалению, он не является комплексным решением, а это просто search bar, который можно получше покастомизировать. Из более-менее комплексных решений доступны YN search и PY search. Начнем с YN search. У него довольно много преимуществ. Он позволяет вам из коробки реализовать теги. То есть, например, если в вашем приложении есть фильтры, как у нас, то этот парень решит вашу проблему. История поиска идет из коробки. Компоненты библиотеки плюс-минус открыты для кастомизации. И если для кого-то это будет важно, то есть поддержка Realms коробки. Но тоже немало недостатков, потому что не поддерживает кастомные транзишены и настройку анимации. Нельзя разбить историю поиска по секциям. И переопределение методов UIKit в экстеншен. Я считаю, что это все-таки не очень хорошо и не по-джентльменски, когда библиотека заходит и что-то у вас визлет. Либо переопределяет в экстеншенах. UISearch не страдает такими проблемами. У него тоже есть теги, история поиска. Это большое количество стилей, доступных для того, чтобы использовать их в результатах поиска. Вы можете туда хоть грид засунуть. Но также недостатки, проблемы с кастомными транзикшенами. И самый большой для меня недостаток – это использование стандартного UISearchBar. Казалось бы, компонент, которого вы хотите сбежать, он вас везде преследует. Но есть некоторая перегруженность API. То есть далеко не сразу понятно, что от вас вообще хотят и что вам нужно настроить. По итогу мы решили отказаться от стороннего решения, потому что оба не поддерживают кастом транзишн. Плохо встраиваются в навигайшн бар, потому что оба решения пытаются либо же использовать UISearchBar, либо симулировать UI, UX-подходы в андроиде. То есть там более такое search view-like представление. Недостаточная степень кастомизации тоже является минусом. И лишнюю зависимость все-таки при продуктовой разработке не хотелось бы тащить. Поэтому нам ничего не остается, кроме как собрать все в кулак и запилить свой. Мы это сделали с помощью инкапсуляции обычного текстфилда в UI view. Можно заметить то, что интерфейс класса довольно похож на стандартный UISearchBar, но мы добавили парочку нужных нам пунктов. В частности, return text при нажатии на cancel и там флаг на очистку при редактировании. И делегат для взаимодействия с внешним миром очень похож на делегат стандартного текста UISearchBar. За исключением того, что добавился делегат для активации и деактивации самого флоу-поиска. Сейчас объясню, что это. Так как используется стандартный текстфилд, мы можем подвязаться на методы начала или окончания редактирования текста в текстфилде. И нам нужно об этом оповестить SearchController, чтобы он произвел презентацию, выполнил необходимые анимации с историей поиска, либо же с suggestion. Таким образом он взаимодействует с SearchController. SearchController это тоже обычный IP-контроллер, который берет SearchResourceController, который мы ему передали. И у него точно такие же методы для lifecyclo. То есть, по сути, ничего не поменялось. Мы взяли и поменяли название одного класса на другой и можем использовать по всему нашему проекту. Если кому более подробно хочется ознакомиться с реализацией, то мы выложили исходный код на GitHub. Там доступен демо-проект, и вы можете ознакомиться, задать какие-то вопросы по нему. Чему нас вообще научила эта вся история с SearchController? Необходимо более плотно общаться с дизайнерами. То есть, очень часто дизайнеры не знают, что тот или иной контроллер может вылиться в 2-3 недели разработки, в месяц, в 2 месяца, сколько угодно. И можно попробовать договориться с дизайнером на берегу, сказать, что на этих моментах мы можем срезать, потом мы напишем обязательно свой, но вправду мы можем покатиться без каких-то определенных вещей. Скругление кастомное не делать. Но если это важно, то вы как минимум обоснуете ваши сроки и обозначите заранее, что это нетривиальная фича. Не стоит бороться с UIKit до последнего. Естественно, всем наверняка хочется использовать стандартные компоненты, чтобы в случае введения Apple в какой-то новой фичи эти компоненты их поддержали по умолчанию. Например, какую-нибудь темную тему, которая была представлена на последнем WWDC. Но, тем не менее, зачастую заматывание скотчем приводит к дополнительным болям. Если вы понимаете, что вы уже замотали стандартный компонент скотчем по цене BMW, и разработка вашего search-контроллера уже достигла цены новой бэхи, то все-таки стоит остановиться и написать свой компонент. Не бойтесь писать свои UI-компоненты. Это может казаться довольно сложной задачей, но это довольно просто. Можно собрать их из стандартных, пойти почитать документацию про CI-лейеры, анимации, и в итоге узнать о чем все много интересного. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Если кому-то стала больше интересна тема, либо же я кого-то заинтересовал нашим проектом, то можете написать мне на Facebook, либо на мыло. Мыло. Всем спасибо. Вопросы? Раз-раз. Ваши вопросы? Привет. Спасибо за лекцию. Вот такой вопрос. Как я понял, релиз все-таки состоялся. Что вы заматывали скотчем, чтобы вот эту вот анимацию приятную убрать? Ну, мы переписали с нуля компонент. Прям весь компонент? Да. Ну, вот тот UI-серч бар, который я показывал, это я могу вернуться на слайдах назад. Мы просто, по сути, скопировали интерфейс, ну, внешнее представление серч бара, взяв текст филд, накинув туда пару UI-имеджей и спрятав его в своей вьюхе, чтобы, если, например, мы уткнемся опять же в какие-то ограничения текст филда, чтобы его можно было легко заменить. Получается, отличий вообще никаких не было, да, от изначального вида серч бара? Но поправка на наши кастомные отступы и скругления. А, ну, вот. Спасибо. Еще вопрос? Сколько заняло времени заматывания скотчем и написания кастомного элемента? Смотрите, тут была такая веселая история. В реальности она была еще веселее, чем рассказал я, потому что разработка устроена так, что зачастую разработчик фиксит какой-то тикет, который пришел ему от тестирования. Он взял тикет, пофиксил баг, вернул это в тестирование. И вот таких багов накопилось очень много. То есть сначала у нас неправильно была анимация при презентации, потом начались вот эти вот танцы с кастомизацией. После этого неожиданно все заметили, что у нас неправильно UX, ну, сам UX-у-флоу устроен, не так, как предполагают дизайнеры. И это все делали разные люди. И когда один разработчик берет тикет, фиксит его, потом берет следующий тикет, это вот как раз кончается тем, что, казалось бы, комплексная проблема, которую нужно комплексно решать, она решается вот такими вот мелкими фиксами, костылями и прочим. И мой посыл в том, что лучше стараться заранее это все предсказать, то есть вам принесли макет на согласование, вы видите какие-то проблемные места, во-первых, их нужно обговорить, во-вторых, можно попытаться побороться с UI-китом, но важно вовремя понять, что это не канает, и лучше написать свой. Хорошо, спасибо. Еще вопросы? Отлично, но если вопросов нет, давайте… Да, отлично, есть вопросы. Надеюсь, сейчас меня не сильно засмеют, а это у тебя не протокол, это класс? Типа просто get set только у тебя есть, нет реализации как бы… Я просто решил упростить код на слайд и сделать в таком же представлении, как в хедере у свифтов. Если бы был SwiftUI, то был бы протокол U. Давайте поблагодарим спикера. Возможно, будет сиквел просто со SwiftUI.